так в таборте а он и малиновит вы ко мне не обращайтесь здесь есть энциклопедия губа галит не циклами как он вандаем циклопедия губа кирилл обращать а вот этот дом где освободился дни карманники одни карманники но никого в живых нет а это карманник сока с высокой материи волк какой год ты 86 освободился вот это дом мой 2 аппаратная со двора заходишь на 5 парадин я вот это кто это я стою да это шляпа колька такой уважаемый караванник может ворами и будем вряд ли шляпа этот 23 года был даже 20 слепой санька бля но шустрый такой 96 году после был еще умер после 96-го году от бриллиан там был на урале то мы жили полуголодная были и не зарылись у кого какие там это и не завидовали украл но и украл значит голода марина мне кирилл к посмотри гайки у меня толик не зала кирилл говорит позвони на посмотри сколько он там бабок-то стоял я буду опять считаю до 10 тысяч он ведь кирилл сразу половину бери внимательно слушать что он меня уважал будет я буду давно блять в гулаге сгнил бы сука а я блять 25 лет на свободе блять и перестал воровать блять его ввести мне не помогали захар блондин под каким именем вас знают блондин вас устраивает лишь бы вас устраивало вам жизни было комфортабельно до комфортабельного мне нет шла обстановку кругом знаешь балашку держишь одержал бы утром балашку едешь на ленинский на ленинском держишь на ленинский был очень контора все время была там контора сколько времени у хозяина провели да много много 42 года тридцать три без выхода 53 по 8 6 за как так без выхода как да даже видел справку ты 16 открытый блять не надо чтоб ты не сомневался 30 3 года без выхода и как бы ослаблялся 8 6 год сел 24 июня 53 года пятнадцать лет рука сваливала 2 письма грозимы 2 58 указом освободился дальше что 3 65 6 58 пропустили 8 сказал 2 2 2 20 лет 20 58 на воркуте 55 на колыме 8 лет ну 20 лет в компенсировали шестьдесят седьмой в тобольске китай что прослышал седьмой да ну что в шестьдесят седьмой расстрел расстрел за расстрел приговорили заменить за мусорок сиделись на прогулке булочечку и воровский выкидаем были он вызывается рядом вдоль их ну а мы выбиваем дверь на х и он лежит а там это вы пока ван казани шурик такой был ищем город ищем кемец кемене но он мало прожил когда куляли в золотовую тип бренда на шестьдесят седьмой расстрел семьдесят первый семьдесят первый владимир пятнадцать ну вот уже 15 делали в этом все до 20 то было здесь уже 15 дело я а здесь считаем 45 45 два года ты говори два года 45 сразу начал 1 1 1 1 год в отташке я был сорок седьмой год два года мне год был 162 в апреле 19 апреля сел 47 а 4 июня только вышел указ у меня года здесь два мне никак не могли дать по 162 это два года не как ошиблись и нет еще одной судимости за 56 год где судили 20 тоже я вот в земце вот документ шека не был асти сорок седьмого года пять с половиной лет знали помнишь как лукой я ходил четвертак стали давать выше и отмениры отменили выше 7-м сорок седьмом двадцать седьмого мая правильно ну вот 4 июня в сорок седьмом году выше лука но тоже жить-то блять не влаги в одиночке хуёчки блять изоляторы никуда не при лезли там порежет там убьет там порежет там убьет когда уже кота не было тоже блять это убийство за блять шок пять наверно сука хороший человек вот корж васька за которого говорим когда в карте похоронил видишь на карачках это но он так хавал и в тобольске не за столом ни хуя и на полу и находите дошку шахматную или там подпасели что нибудь и вася корж паска 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 корж и все вот вася все время в побегах в побегах хочу тебе сказать только один побег когда из бани это стоит клянусь тебе как их колотили я не знаю вообще как люди могут выдержать только тот побег стоит вообще ну конечно что ученических жизнь это а вот это не первое нам посмешно нет я вернусь это вот десантливого нам больше на сколько и больше там царапи нас убили вообще как мы выживали и шнелли и шнелли это братишка знаменитой певицы я попал в сорок девятый год сорок девятый год это был самый страшный вообще это все суки так называемые разложившиеся пора ты помнишь была разложившийся город сука сучины разложивший лавань и меня же это теперь показала народ когда писали ну прошу может здесь и будь ваши меропомощи там преступление честных народ там написано так потом они попали на линковый почти все интересное там родился впервые он и был беспредел но беспредельно встал лагерь позже чуть-чуть линковый вот и сейчас когда употребляют слово беспредел я думаю как же это прижилось сейчас вся страна беспредельно я тебя подожди я попал туда сошел молодым мальчишкой попал на новый где единственная осталась группа так называемых честных воров а я на работе порезал конс разъезжаться было стекло на стеклом там порезал ну и порезал не про хвоста сука не вора избери финна волосчику такого питерского ого василия фамилия что такое вор в законе я не знаю что такое вор закон так вот малина не принимал закон знает когда ему что-нибудь молчать я вор но я не в законе так говорил малина я вор закон на ком не знаю вор не может быть в законе честный правильный вор он может быть вор но не в законе законом являюсь вором являюсь а некоторые воритой приняли приняли вор до кони я 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 не знаю япончику нравилось его в законе называли летом у которого похоронили то сейчас пришли пятьдесят пятом году туда 1200 человек и пятьдесят шестом году на воркуту прожила тоже 1200 человек а так и так и не шли оттуда грузит вяжу грузин там воров много знаю тоже бы и походу это дарцами лежат грузин так много вкрытий особенно вкрытий же был с кавказцами то почему кавказцам отношусь а также уважали они они за нас блядь выходили под выше слышал такой был умер мусора его тоже зарезали валикоса мушрия не вижу на воркуте я тоже был вот мой был на мульде то был он ну куда вы ездили блядь город-то как сухуми 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 сильный человек сколько было натменов и грузин и армян и не с тем блядь а с бриллиантом душа в душу открытые были такие как то боль золотоусы владимир блядь и честный человек он блядь даже не воров а сколько воров умерло в этом золотоусе больных сколько воров блядь заказнили блядь в этом тоболь обычно в изоляторах везде пень блядь вмонтирована пень да сидеть а там даже нет не было пьянь блядь подъемы да пристеги в одиннадцать отбой и не сесть не лечь и ходишь блядь вот пол сырой такая не вода а каша выходит и слепому бриллиант один шрифт блядь второй смотрел выше когда был первый раз он при мне уехал 25 декабря 75 в газы а второй раз без меня ему кристаллик нарушили слепой по стенке ходил не сидел я представляю и 45 суток отсидеть придем и ни хуя лишены блядь и ларька это 250 то ем блядь ну менты за старались таких таких уничтожить специально давали указать соликамский пересылка там же больница центральная со всех режимов со свободы даже кто на высылках уиселках на операции везут вот это где пересылка только отгорожена и где лебедь называется такой если слышу одна партия вот это которая блядь загубила воров блядь и вкрытых принятие у хозяина сколько воров зарезали пидорасы по службе вот я последнее время было владимире как я блядь премьера там шесть лет было блядь буду этих как ты называешь воры и егоры называю да я их по подбому как ты называешь не буду называть их убежала когда начали когда бриллиант сидел по 45 суток я 7 год 8 месяцев просидел бренда 5 камеры в подвале 22 изолятора окружали и вот бриллиант по 45 суток сидел в изоляторе по 45 суток без выхода это когда на его напишут рапор в изоляторе за что бриллианты убили я знаю подробности юра баранов который в москве а то он его хорошо знает нашел где и как убили его на подслуживание было на урале лопатки слышал как у меня там 6 особых было тогда и там с прогулки шли мусора побили на прогулки хороших людей побили здорово большая часть не только кто в камере там сидел по 5 человек там в камере докрытники объявили голодовку присоединились многие еще присоединились в зоне лопатки мусора приходит бриллианты и говорят вася вот так это все объявили когда москва узнала москва там у права ты берет муторов были тварь что уже голодует около месяца бля вот бриллиант бренгут они растут второе бренгут пошли вы нахуй братья и это причем был если вы не можете вы наводите порядок да и бриллианты отправляет вперед в тюрьму тюрьме сидит два месяца в тюрьме бриллиант куда его куда где хлопнуть его были отправляет его в этот суликанск вертолетом везут бриллианты с перми суликанск и уже подъезжая в вертолет полетая передают его а там шмицарев такой генерал хозяин старая произвольная рожа сука генерал начальник управления шли черепа и перед суликанском то что-то там мусора начали он там ученый там скалы мусора его в вертолете не сбивают вы избиваете были не так что он сразу на богатый и передают его на пересылке вечером ты был выгружает это опять часов его и кидают до 50-х годов очень мало было редко кто кололся но тот это так кололись и там наш у самой кто же кололся но вот он только может в месяц раз уколоться а так а уж последнее то время идет на работу и уколется и он не может встанет на штангу возьмется и спит юра не рада я проживаю тебе уже просто его такой возраст вот другие выбор что-то и вряд ли придут гласности блять ну хорошо знаете простят а другие вот это как-то россии воде блять стреляются между собой вор и блять и сделают я перед смерть и инвалидом пусть я и так инвалид я первый у меня первая группа еще ходить если бы воры бы не кололись бы было больше порядка когда разговор-то такой знаешь а когда колонцы начали это уже каждого человека свое чувство не топил не но чувство кто-то купил кто-то таблетки не списывайте все преступления на воров и не делайте из них козлов отпущения мы несем свой крест чистоты воровской жизни она чище чем вся ваша государственная конюшня сегодня вы нас в петлю толкаете а завтра когда мы уйдем удавка затянется на вашей шее я не случайно парюсь в одиночке сижу без грева а все потому что хотел собрать общий сход братва должна понять что нам грозит разложение нас хотят натравить друг на друга откуда этот ветер дует похоже с запада видно опасаются нашей идейной сплоченности и хотели бы нас разобщить сиволапы топтали зоны потом двинули за кордон а там сообщили что значит в россии сила нашего братства вот вспомнилось я встречался с буковским на централе во владимире он хотел тогда втянуть братву в политику чтобы преступный мир поддержал диссидентов но у нас нет хозяев а у них все хозяева на западе наша позиция пришлась не по вкусу политическим и теперь для них преступный мир как и россия словно кость в горле умер он сидел 35 35 лет на и без выхода и погиб ему оставалась блять год один месяц селом каратовской области как я города будет как его город то сколько забыл сорок девятом году 28 октября он сел можно подсчитать